Следующий вопрос. Говорит, можно ли продавать свежее за сухое? Как, например, свежие финики за сухие финики. Или, можно ли продавать свежее зерно за сушеное зерно, за сухое зерно? Говорит, Амату Ахлил-Ильм Аламнахи Анзалика, Ва Адам Джавазихи. Позавляющее большинство ученых считает это запретным и то, что это не разрешено. И это мнение Саада ибн Абилакаса, а также Саида ибн Усайеба, а также Лейса ибн Саада, имама Малика, Шафи, Ахмада, Исхака, Абу Юсуфа, Мухаммада ибн Ухасена, Шайбани. И привели в довод хадис, или два хадиса нашей главы. То есть хадиса под номерами 830-831. Говорит, Абухадофа, Абу Ханифа, Факал. И говорит, в этом противоречил Абу Ханифа и сказал, Яжузу Залик, и это является разрешенным. Потому что, говорит, либо ты будешь продавать один вид за тот же самый вид, допустим, финик сухой за финик свежий, и говорит, здесь необходимо, чтобы было равенство. И говорит, нет, вреда, если потом они что сделают, будут различаться в объеме. То есть Абу Ханифа хочет сказать, что ты должен обменивать сколько сухие финики на свежие финики в одном объеме. А то, что свежих фиников потом станет меньше по объему, здесь, говорит, ничего страшного нет. Говорит, Ляна лаибра биттасауи инда лбея. Потому что, говорит, необходимо обращать на равенство во время продажи, чтобы финики были одинаковые с этой стороны и с этой стороны в объеме. Даже если одни сырые, а другие сушеные. Говорит, Ау ляя конь менджинсии, фаяжюзу лау лаут мутафадалем. Вторая ситуация, что ты продаешь не один вид за один вид, а один вид за другой вид. Допустим, финики за пшеницу. Здесь, говорит, вообще можно что продавать в разном объеме. И было отвечено на это, то есть на слова Абу Ханифы. Говорит, да, мы соглашаемся, что если ты продаешь один вид за другой вид, один финик за такой же финик. Так что должно быть установлено равенство во объеме. Но, говорит, это если финики одного качества, в том смысле, что и здесь сырые, и здесь сырые, или и здесь сухие, и здесь сухие. А так, чтобы с одной стороны был финик сухой, а с другой стороны был финик сырой, то здесь, говорит, неправильным является устанавливать равенство в чем в объеме. Помните, как мы говорили относительно чего зерен? Мы говорили, продается ли зерно пшеницы свежее за такой же объем зерна жареного. Говорили, нет, потому что жареное зерно теряет как весе, так и в объеме. Поэтому, необходимо продавать в пропорциональности. То есть, говорили, в пропорциональном объеме необходимо продавать зерно свежее за зерно какое? За зерно жареное. Здесь то же самое. Понятно, помните, мы это говорили, кто-то может здесь запутаться. Кто-то скажет, мы же говорили, хороший финик можно продавать за плохой финик в должном и главном объеме. Мы говорим, да, это все правильно. Потому что ты можешь продавать хороший финик за плохой финик, но это должно происходить в одинаковом объеме. Но здесь мы не говорим про хороший и плохой, про один сорт и другой сорт. Но мы говорим и здесь, и здесь один и тот же сорт финика. Но один сырой, а другой сухой. Здесь нельзя устанавливать равенство в объеме. Почему? Потому что когда я куплю, допустим, сырых фиников, в обмен за такой же объем сухих фиников эти сырые финики у меня когда сухими станут меньше станут в объеме. То есть в итоге получилось как будто бы я продал допустим 10 бочек сухих фиников за 10 бочек сырых. В итоге из этих 10 бочек сырых получилось сколько? 8 фиников сухих. То есть получилось что я продал 10 бочек сухих за 8 бочек других сухих. Правильно или нет? Так разрешено или нет? Так не разрешено. Поэтому сырые на сухие нельзя продавать в одном объеме. Говорит как это пришло в хадисе Саада ибнави Пророк сказал, то есть свежие финики уменьшаются ли в объеме, если они высушатся? Сказали, да. Сказал, значит нельзя. То есть нельзя продавать в одном и том же объеме. Говорит, говорит, и слова Абу Ханиха противоречат этим хадисам, поэтому на них не обращается внимания. Значит правильное мнение в этом вопросе какое? То, что нельзя продавать сухой финик за такой же сорт свежих фиников, то есть сырых фиников. Почему? Потому что равенство в объеме между ними не устанавливается и нельзя их продавать в одном и том же объеме. Далее.